Перейдем к практической части. Давайте я еще раз напомню, зачем вообще нам нужно понимать EVM. EVM нужно понимать, чтобы писать достаточно оптимизированные контракты по газу, чтобы понимать, куда уходит газ, чтобы понимать вообще в целом, как работают смарт-контракты. Это очень важно и для security, и для экономии газа, я уже сказал. На голом ассемблере в основном никто не пишет контракты, потому что это сложно, но данная практическая часть поможет вам понять, как, собственно, EVM работает в более таком практическом варианте, не только в теории. Для этого нам нужно открыть EVM.codes, и мы тут видим, мы можем тут увидеть все инструкции EVM, которые есть, и описание каждой инструкции. У каждой инструкции есть количество газа, сколько она тратит. Если это просто число, то это фиксированное количество газа. Если это с вопросительным знаком, то значит, оно меняется динамически, зависит от входных аргументов и других каких-то условий, что происходит в вашем контракте. То есть у нас есть динамический расчет газа для некоторых команд, а есть фиксированный для других команд. По большей части команды имеют фиксированное значение газа, но это надо иметь в виду. У каждой команды мы видим на стеке, что она принимает. И мы видим, например, команда add принимает на стеке два числа, ab и v, и наверху стека в итоге выдает сумму двух этих чисел. Давайте откроем precompile contracts и увидим, что это некие адреса, на которых не существует контрактов физически. Но наша нода, которая обрабатывает наши транзакции, понимает, что если мы отправляем звонок на адрес 00001, то это контракт, который выполняется внутри ноды. Зачем это сделано? Это сделано, чтобы экономить газ. То есть, если мы логику аэроптических кривых заложим в контракт, то в реальный контракт в виде байт-кода эфириума, то это будет дороже. Поэтому precompile contracts помогают выполнять эти команды дешевле за счет того, что этот код лежит не в контракте, а в, собственно, самой ноде. Но минус такого решения, что мы можем добавлять такие precompile contracts только хардфорками, и, собственно, мы в них более ограничены, чем в добавлении разного рода контрактов. Но precompile contracts дают нам экономию в газе для конкретных операций. Нам сегодня это не понадобится, но если вы хотите побольше изучить про EV, то precompile contracts – это один из пунктов того, что вам нужно посмотреть, попробовать и понять, что это такое. Давайте откроем Playground и выберем тут мнемоник. Это ассемблерный вид команд, который мы будем писать сегодня. И давайте начнем с простого примера. Мы хотим взять два числа и сложить их. Мы делаем push1, берем число, например, единица. Мы можем писать тут как в byte32, так и в обычном decimal виде. Один – это значит один байт. И, допустим, число два. Дальше делаем add. Смотрим. У нас появился некий дебаггер. Тут указано total количество газа, которое потрачено. Базово для каждой транзакции тратится 21 тысяча газа. Это базовая плата за создание транзакции. Дальше уже в зависимости от кода, который выполняется. И если мы увидим, мы пройдем эту команду, и мы увидим, что total газ настал 21 тысяча три. А на стеке появилась цифра единицы. И если мы пройдемся со второй команды, мы увидим, что мы на стек положили два. Мы положили на вершину стека. Как мы говорили в теоретической части, стек – это структура данных, в которой идет с очередью последний пришел, первый вышел. То есть последний у нас пришло число 2, и она первым выйдет со стека. Она лежит на вершине стека. Дальше мы делаем команду add. Она принимает на стеке два числа. И, собственно, мы получаем в выводе 3. На стеке у нас лежит сумма. Теперь давайте немного усложним наш пример. И мы хотим получать числа не внутри скомпилированного к смарт-контракту, да? Не внутри, точнее, представления байт-кода. А мы хотим вводить их как-то через транзакции, то есть как аргументы. Для этого у нас есть поле call data. Она содержит... Она в hex в виде. Ну, точнее, это просто список байтов, массив байтов, которые мы интерпретируем как hex представления, да? В данном виграунде. Суть в том, что у транзакции есть поле data, как вы можете помнить. Туда мы можем положить любое количество байт, почти любое количество байт. И, собственно, что угодно. То есть, если мы хотим суммировать число, там, не знаю, плюс один. Такой простейший калькулятор, да? Который будет итерировать на единицу наше число, которое мы передаем в аргумент. То мы должны передать, собственно, это число и прочитать его внутри VM. Для того, чтобы прочитать его внутри VM, есть команда, называется call data load. Вот она. Она говорит о том, что мы загружаем данные из call data в стек. Но, как аргумент, мы должны на стеке указать offset. То есть, если у нас, мы хотим прочитать первые 32 байта, читает call data по 32 байта ровно. Если мы хотим прочитать первые 32 байта, мы offset указываем 0. Если мы хотим, не знаю, пропустить первые 3 байта и прочитать, получается, 35 байтов, да? То есть, ну, 32 после 3, у нас 35 байтов в call data. То мы пишем там offset 3, да? Давайте попробуем получить данные с call data. Для этого мы пишем push 1.0.0. Мы хотим читать с нулевого offset и делаем call data load. Дальше убираем один push. То есть, мы тут загрузили call data. А далее мы сделали сумму с единичкой. Call data имеет 16-ти личное представление, как я уже сказал. И мы не можем написать вот так. Почему? Потому что в таком случае EVM добавит нули после единицы, и у нас не получится число единиц. Потому что, так как call data — это байты, он не знает, хочет ли он читать число, или это все-таки просто байты. Поэтому о том, как мы должны их закодировать, это уже наша задача. Поэтому мы должны в данном контексте мы пишем unit.256, то есть это 32 байта. Для этого мы должны сделать тут 64 хексовых числа символа. Да, давайте я это число скопирую сюда. Оно нам в будущем понадобится. Это 32 байтовое число единицы. Мы запускаем и смотрим. Мы получили на загрузке call data единицы, запушили в стак единицу и, собственно, получаем двойку в результате. Теперь, смотрите, давайте попробуем сделать вот так. И посмотрим, в чем разница. Как я уже сказал, EVM добавит автоматически нули после единицы. То есть у нас получается число далеко не единицы. И, собственно, если мы сделаем сумму, мы получим совсем иное число. Это надо учитывать, когда начинаем call data. Да, смотрите, теперь мы получили сумму, но другой контракт, который будет нас вызывать условно, он не получит никакого ретерна. То есть у нас просто лежит на стеке, стек очищается после транзакции, а мы хотим вернуть результат. Для этого у нас есть команда return. И она работает с memory. То есть она говорит, что мы должны указать offset в memory. Memory это у нас тоже линейная память, она расширяется по 32 байта. Это надо помнить из теоретической части. Мы должны на вершине стека получить offset, то есть с каким сдвигом мы читаем эту memory. И, собственно, сайз данных, которые мы читаем. То есть, чтобы нам получить return, вначале нам нужно записать в memory этот результат. Для этого мы можем открыть команду mStore. Тут мы получаем offset и value также. Собственно, offset это с какого, с каким сдвигом мы записываем. И value это, собственно, что за значение мы записываем. То есть мы тут получили value. Далее мы делаем offset 0. И делаем mStore. Далее мы пушим в, опять, единицу в стек. И чтобы offset был return 0. И делаем return. Далее мы запушили, получили calldata, запушили единичку, получили сумму, запушили 0, записали двоечку в memory. Видите, тут она записалась верно. То есть, так как мы записали число 2, мы записали, собственно, это число. Мы не записали 2 и множество нулей. Вот. То есть в данном контексте mStore работает иначе, чем чтение с calldata. И далее мы пушим 0 и делаем return. Так, смотрим, какая-то ошибка. А, мы забыли size. То есть нам нужно еще size. Мы должны прочитать 32 байта. Проходимся. 20. Это 32 байта в 16 личном представлении. 0, 0. И все. Вот. Мы вернули двоечку. Мы вернули в return value двоечку. Хорошо. Давайте еще усложним наш пример. И попробуем сделать так, чтобы у нас было две функции условные. Одна из которых записать данные в storage. А другая это получить данные в storage. Так как я уже говорил, EVM ничего не знает ни про структуру данных, ни про функции, то мы условно реализуем аналогов этих функций самостоятельно. Для этого нам понадобится команда jump-i. Что это такое? Jump-i, она говорит, что мы прыгаем на определенную строчку, если условие b на стеке является единицей. Если оно 0, мы идем дальше. Давайте создадим хэш для наших функций. То есть, что мы сделаем? Мы придумаем какую-то кодировку для функций. Например, у нас будет функция set, которая будет принимать uint256. Мы берем ее хэш. И запишем этот хэш на стек. На вершину стек. То есть, идея в чем? Мы создаем... Зачем мы берем хэш от названия функции? Затем, чтобы, если у нас стринга была супердлинная, мы всегда знали, что мы всегда ограничены 32 байтами. И всегда можем сравнивать только 32 байта. Потому что стринг — это динамический тип данных. Он может быть большой, и он может даже не поместиться на стеке. Поэтому берем хэш, и мы точно знаем, что на стеке эти данные поместятся. И, в принципе, нам удобнее будет с ними оперировать. Далее мы получим аргументы с calldata. И проверим. Первым 32-байтным аргументом в calldata будет хэш функции. И если он совпадает с одной из этих хэшов, то мы идем дальше. Если нет, то мы бросаем ошибку. И вторая функция у нас будет get. Давайте ее запишем. И вот сюда вписываем get. Получаем. Получаем. Это у нас get. Так, далее. Читаем calldata. Первые 32-байта. И если... То есть мы... Что у нас должно быть в jump.py? Counter и b. Для этого, чтобы получить b, нам нужно использовать функцию, команду equals. Мы получаем на стеке a и b и берем, собственно, результат a, равняется ли a и b. Но... Так, давайте сейчас вернемся к этому моменту. Давайте пока забудем про нижнюю часть. Только будем думать про верхнюю. Вот мы запушили два... Две... Два хэша наших функций в... Стэк. Загружаем calldata. И проверяем, является ли эта calldata тем... Тем хэшом, который у нас там на вершине из этих хэшей, да? Получаем 0. Далее. Смотрите, в чем загвоздка. В том, что... Если мы захотим еще раз сравнить equals, то мы будем уже сравнивать этот результат с хэшом. Нам нужно еще раз получить calldata. Для того, чтобы не получать данные из одного и того же места... В контексте calldata это достаточно дешево. Но если мы читали, допустим, из memory или storage, повторно идти в storage или memory и читать эти данные, это дорого. Поэтому у нас есть такая команда, как dab. Даб, она что делает? Она делает дубликат данных. То есть мы можем написать dab после calldata. И мы получим дубликат данных с calldata. Dab1. Dab1 это значит, что... Скопировать в вершину стэка. Ой. Скопировать первое значение на стэке. Вот. Он всегда копирует вершину, но он копирует значение, н-ное, лежащее в н-ной ячейке на стэке. То есть, допустим, dab3 будет копировать третье значение на вершину стэка. Далее мы делаем equals. И делаем push 1. Это будет для jump i. У нас есть каунтер наверху стэка и условия. Вот этот каунтер пока что мы пишем 0-0. Да. Это у нас... сочинение get. Потому что get у нас идет раньше, чем на стэке. На стэке. И смотрим, что получается. Да, смотрите. Теперь что получилось. Мы скопировали это значение на стэке с помощью dab. И получилось, что теперь equals мы делаем на значениях, полученных с callData. Для того, чтобы это так не происходило, нам нужно сделать... поменять местами значение со стэка, чтобы у нас ушло значение со стэка хэш, значение со стэка хэш. Для этого у нас есть функция swap. И нам нужен тут swap. Получается 3. Так, сейчас, секундочку. Ладно, давайте 3, да. Угу, 3. То есть что, мы перенесем вот этот на место последнего. И нам не важно, в каком порядке будет сравнение хэшей. Проверяем. Смотрим. Пам-пам. Читаем, копируем. Swap. Все, теперь у нас идет хэш, который мы записали. Это у нас конкретно set. Далее идет callData. Далее идет get. И далее опять callData. Да, тут получается, нам нужно немножко поменять этот pointer на set. Да, на set, все верно. И мы делаем jumpI. Если он будет равняться нулю, то мы идем дальше. Смотрим. Доходим до jumpI. И мы пошли на следующую команду, push1, потому что условие не выполнено. Там было два нуля на стеке. Теперь мы пишем следующее. Для get'а, если мы не перешли в set, мы идем дальше проверять на get. И если мы не переходим на get, мы бросаем ошибку. Revert. Revert функция, команда Revert, она работает примерно как return. Она принимает offset и size. И давайте мы возьмем вот такую стрингу, закодируем ее в байты. И сюда, так, это получается у нас 5 байт. Мы записываем нашу стрингу. Далее мы записываем offset, потому что мы должны ее вначале положить в memory. Делаем mStore. Дальше offset memory для reverta. И делаем revert. Offset size. А, еще size точно. 32. Проверяем. Запушили наших два хэша функции. Загружаем calldata. Копируем calldata. Меняем местами. Проверяем. Пушим 0. Это будущим pointer на нашу функцию set. Не произошло. Условие равняется 0. То есть false. Дальше проверяем. Условие равняется 0. Проверяем jump. Прошли дальше. Запушили. Стэк. Наши значения в стринге error. Записываем в memory. Мемори записалась. Дальше. Пушим 32 байта. Пушим 0. Offset 0. Size 32. И бросаем revert. Видим в return data вернулось то, что у нас лежало в memory. И вот тут у нас выпало revert. То есть наша функция, наша транзакция упала. Состояние в рамках этой транзакции, если мы бы записывали что-то в storage, откатилось. И нам вернулось состояние ошибки в return value. Так. Давайте теперь дальше перейдем к нашей следующей функции, к set. Этот pointer в jump.py, который мы записываем, это по факту номер команды. Как мы считаем номер команды? Мы берем одну команду и ее аргументы, которые не на стэке, которые встроены в рамках этой команды. То есть мы берем 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 и так далее. Но так как у нас есть тут дебаггер, который нам это все пишет, мы можем посмотреть тут номер нашей команды. Он не учитывает пробелы, которые мы делаем в коде. Он их удаляет. И, собственно, потому что все конвертируется в байты. И далее мы можем посмотреть конкретную строчку и ввести pointer этой строчки. Давайте начнем делать функцию set. После того, как мы получили данные с callData, мы берем вторые 32 байта с callData. Мы берем offset 32, делаем callData. SoapData удаляем. И получается мы загружаем именно число. То есть выглядеть у нас будет функция set вот так. Set, потом число. Но мы делаем это вот так. Конконтинируем и получаем вот такое большое 64-байтное значение в callData. Одну секундочку. Так, все, все верно. Переходим дальше. Мы загрузили callData, следующие 32 байта. Дальше мы суммируем с единицей. Делаем add. И вместо return мы return пока опустим, потому что он понадобится позже. Мы записываем в storage. Смотрим, как происходит запись в storage. Запись в storage происходит как... Это тоже... Мы тоже берем данные со стэка. Key и value. Key это 32-байтное значение и value это 32-байтное значение. Value у нас уже есть на стэке. Пишем key. Пусть наш key будет 0,0,0. Давайте даже так. Пусть наш value будет как... Мы захешируем value, получим хэш. И запишем под этим ключом нашу value. Делаем fstore. И... Все верно. Проверяем. Копируем полученные наши байты. В callData. И проверяем. Загружаем в callData. Копируем. Делаем swap. Equals единица. Так. Мы не настроили jump. Jump, jump, jump. Смотрим. Нашу fstore начинается с 63-й. Поэтому мы делаем jump на 63-ю. Смотрим еще раз. Бам-бам-бам. Так. Что-то не так с jump. Перепроверяем. Ой. Да. Push 32. Вот наша... 5D. Наша ссылка это 5D. И мы забыли еще положить jump. Дест. Это штука, которая показывает, можем ли мы сюда прыгать. Это просто... Такой маркер для того, чтобы EVM понимала, что в данную команду мы можем прыгать. И это не какой-то там... Ну, это защищает каких-то хаков. Вообще делает более удобным работу с EVM кодом. Так. Все. Мы запустили. Проверяем. Доходим до jump. Все. Мы прыгнули. Видите, мы попали на jump.dest. Пушим. Получаем call.datu. Получили единицы. Суммируем. Все отлично. Пушим наш key. Делаем fstore. Смотрим storage. У нас в этом слоте получилось значение 2. Все верно, да? Далее. Мы записали наше значение. Теперь мы хотим его получить. Для этого мы реализовываем функцию get. Также делаем jump.dest. И что мы должны тут сделать? Мы должны сделать просто sstore и заретернить это значение. sload, точнее. В sload мы пушим key. Key у нас это вот это значение. А дальше мы делаем sload. После того, как мы получим sload на стеке, мы делаем... У нас уже есть функция для того, чтобы сделать mstore, записать в memory и, собственно, заретернить это значение. Теперь смотрим, куда у нас попадает следующий jump.destination. Вводим его вот сюда. И получаем... Да, все. Мы ввели pointer и смотрим. Так, мы забыли поменять нашу calldata. Сейчас. Calldata get это вот это получается. Это просто 32 байта. Название функции, да? Проходимся. И... Так, все. Мы попали на 86-ю. Дальше пушим. sload. Все. Мы получили на стеке 2. У нас в сторидже уже записано. Да, смотрите, еще в чем... Из теоретической части мы помним, что стек и memory, они временные в рамках одного контекста, в рамках одной транзакции. А вот storage, он постоянный. Поэтому мы записали в storage 2, и он тут хранится постоянно даже в следующих коллах, пока мы его не перезапишем. Смотрим, на стеке у нас получилось 2, мы запушили 0, чтобы сделать amstore, записали в memory, как мы видим. Дальше делаем push 32 байта, 0 и делаем return. У нас никакой ошибки не возникает, а если мы посмотрим return, у нас вернулось 2. Экспериментируем, пишем 5, проверяем. Мы записываем 5, прогоняем эту всю функцию, смотрим, у нас значение 6, потому что мы 5 плюс 1, у нас 6. Далее делаем get, run и дальше прогоняем просто всю функцию, получаем на return value 6. В принципе, это все. Это дает нам понимание того, как из этих маленьких команд, которые существуют в EVM, создаются условия, создаются функции, создаются циклы и прочее. Для этого у нас есть базовая команда jump и у нас есть словно разные команды сравнения, equals, есть разные булевые операции и прочее. С помощью этого всего мы можем создавать так называемые функции из solidity, которые мы закодируем определенным образом. И далее, когда мы вызываем эту функцию, мы указываем байтовое значение этой функции и, собственно, вызываем конкретную функцию в данном контракте, которые происходят с помощью jump-i, которые прыгают с помощью jump-i. Давайте вот просто посмотрим Etherscan, откроем какой-нибудь блок и посмотрим какую-нибудь из транзакций, в которой у нас есть, например, вот transfer, да. Мы видим, что solidity, мы кодировали метод 32 байтами, solidity делает это чутко иначе. У него есть также идентификатор функции, то есть мы видим, тут есть функция. На самом деле call data тут, это просто сырые байты, то есть байты идут друг за другом вот так. Но у нас, вот, здесь мы видим original, мы видим, что байты идут друг за другом. И solidity у нас интерпретирует как первые n, получается, 4 байта, это название функции нахэшированное, и дальше идут аргументы, то есть это to argument, а это value, да. Каждый аргумент 32 байта, но он понимает, что первый аргумент это адрес, поэтому он читает только 20 байт. А следующий он читает ровно 32, потому что ее индекс 56. Вот, то есть мы сделали что-то подобное, чтобы понимать, как, в принципе, каждый у нас контракт выглядит в байтовом представлении. И, наверное, в следующих уроках мы поговорим больше про сам solidity и про IBI. Это binary interface, собственно, он нам говорит, как мы должны кодировать функции, чтобы их вызывать. То есть как мы их должны хорировать, как учитываются ли эти аргументы или нет и так далее. Вот, и, собственно, мы будем уже больше говорить про solidity и то, как он работает с EVM, как он компилирует какие-то свои части в EVM. Вот, в принципе, все. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!